Есть такие люди, про которых можно сказать, что они на своем месте. Вот именно таким и был наш лесник Иван Михайлович. До чего же он любил дело, которым занимался. Казалось, он и бесплатно готов из леса не выходить. В городе он чувствовал себя неуютно, зато в лесу душа его будто отдыхала. Тут было все ему просто и понятно. Ориентировался он в лесу не хуже волка, каким-то шестым чувством определяя, куда нужно пойти, чтобы до заданной цели добраться. Но один недостаток у Ивана все-таки был. Он настолько посвятил себя делу, что даже семьей обзавестись так не сумел. Редко кто согласится иметь такого мужа, который дни напролет пропадает неизвестно где, а из прибытков грибы до ягоды и мизерная зарплата лесника. Но, казалось, Иван Михайлович не особо и переживал по этому поводу. Вот и сейчас он шел уверенным шагом по знакомым лесным тропам. Михайлович, поправив карабин, достал свою самокрутку и на ходу подкурил, положив сожженную спичку себе в карман. Даже такой мелочью он старался не мусорить в лесу. Тем более, что небрежно брошенная спичка в лесу больших бед натворить может. Бывало уже такое в его жизни. В голове пронеслись картинки из прошлого, когда он, еще совсем молодой лесник Ванька, видел, как горела тайга. Сплошной стеной шел огонь, пожирая все на своем пути. Вспомнилось ему, как он попал в огненную ловушку вместе с волчонком, побоявшимся прыгнуть вслед за матерью через огненное кольцо. Жива ли она или пропала в том огненном аду, уже не узнать. А вот волчонка Ванька спас. Шумная была история. Лесник спас волчонка из огненной ловушки, вспомнил заголовок местной газеты «Иван Михайлович» и про себя ухмыльнулся, думая о тех временах, когда только эта история с волчонком, сделавшая его известным, спасла от неприятностей из-за начавшегося пожара. Попробуй докажи этим твердолобым начальникам в высоких кабинетах, что верховой пожар пришел на его территорию с соседнего района. Не доглядел, значит, твердили они, стараясь найти винового рангом пониже и отвести от себя неприятности. И только спасенный волчонок, привлекший внимание СМИ и всеобщее уважение среди людей, отвели от лесника беду. Волчонок тогда получил несколько ожогов, и Иван, стараясь не приучать зверя к присутствию человека, все-таки смог поставить его на ноги и уже к осени выпустил его в лес. Судя по всему, стая приняла волчонка, потому что больше одиноких волков лесник в тайге не встречал. Отойдя подальше от шумной горной речушки, до уха Михайловича вдруг донесся какой-то посторонний шум. Он остановился, затаив дыхание. Так и есть. Слух лесника различал работу нескольких пил. Работала целая бригада. Иван Михайлович быстро приближался, идя на звук. Кедры валят, с горечью подумал он, уже определившись с местом, на котором происходит преступление. «Ну я вам сейчас и устрою, ребята». Он на ходу скинул с плеча карабин и передернул затвор. Выйдя на поляну, он сходу выстрелил в воздух. «Ребята, кончай работу!» Громко выкрикнул он, повторно передернув затвор. Перед ним открылась безрадостная картина. Уже с десяток высоких кедров лежали с обрезанными ветвями и готовыми к транспортировке. Мужчина сжал зубы от негодования, но взял себя в руки. Глазами пересчитав смотрящих на него лесорубов, он обнаружил пятерых. Трое из них стояли с пилами и, подчиняясь приказу Михайловича, один за другим глушили их. «Слышь, отец!» — обратился к нему мужчина, находившийся ближе всех к нему. «Зачем шумишь?» «Давай мирно вопрос решим!» Намекая на взятку, обратился он к леснику. «Решим!» — ухмыльнулся Михайлович. «Конечно, решим!» — закричал он. «Вот сейчас ноги тебе прострелю, тогда и решим!» «Ты чего, отец?» Подняв руки вверх, он начал пятиться. «Ну, не хочешь, как хочешь!» Пожал он плечами и махнул рукой, как будто подавая кому-то знак. В этот момент сзади на голову лесника обрушился страшный удар, отправивший его в темноту. Сколько прошло времени, неизвестно. Но когда Иван Михайлович пришел в себя, вокруг никого не было. Лесник громко застонал, голова невыносимо трещала. Он попытался пошевелиться, но руки были крепко связаны за деревом. Его бросили тут умирать от голода и обрекая быть заживо съеденными какими-нибудь лесными хищниками. Постепенно сознание все больше прояснялось, рисуя безрадостную картину происходящего. Он находился в тайге в абсолютно беспомощном положении. Резкий волчий вой мурашками пробежался по спине лесника. Где-то совсем рядом, и тут же с другой стороны. Стая, догадался он, стараясь ослабить веревку и вытащить руки. Волки уже почувствовали запах крови и страха, их глаза горели хищным светом, вселяя в свою жертву панический ужас. Волки, окружив свою жертву, стали медленно сжимать свое кольцо. «Ну вот и все. Конец тебе пришел Иван Михайлович», — тихо прошептал лесник. Он зажмурился, готовясь почувствовать, как зубы вопьются в его плоть и начнут заживо рвать его на куски. Но вместо этого его связанных рук вдруг коснулся чей-то мокрый нос. Лесник открыл глаза. Волки по-прежнему стояли вокруг него, но уже не проявляли хищного интереса, а, напротив, вели себя спокойно. И только один, стоявший сзади, зубами хватал связывающие его веревки и рвал их. «Что же это?» — думал Иван Михайлович, не веря в реальность происходящего. Люди связали, а волки спасли. И только после того, как серому освободителю удалось разгрызть веревку, Иван повернулся и понял, кому он обязан жизнью. Перед ним стоял тот самый спасенный им из горящего леса волчонок. Но только это уже был матерый огромный волк, и только ожог на морде выдавал в нем того самого плачущего волчонка. Хищник смотрел на человека умными, понимающими глазами. Михайлович, не в силах больше сдерживать эмоции, зарыдал, упав перед волком на колени и обняв его за могучую шею. Волк, как будто понимая, что человек сейчас нуждается в этом, стоял неподвижно, давая Михайловичу время прийти в себя. Уже темнело, но человек, идущий по тайге, не нуждался в свете. Его вела целая стая волков, а впереди шел тот самый спасенный волчонок, теперь ставший вожаком. Михайлович уже совсем не боялся, кто в тайге посмеет встать на пути волчьей стаи, а он под ее защитой, так решил вожак. Несмотря на то, что голова у лесника все еще жутко болела от удара, а запястья сильно кровоточили, на его лице была улыбка. Улыбка от того, что добро в этом мире всегда вознаграждается, а ради этого и стоит жить. Волки довели Ивана до самого края леса. «Ну, спасибо», — снова опустившись на корточки, — сказал лесник и положил руку на спину вожака. «Жизнью я тебе обязан, никогда не забуду». Волк ткнулся мокрым носом в лицо Михайловича, а потом, лизнув его руку, быстро развернулся и повел свою стаю обратно в лесную глушь. Лесник начал уже спускаться к реке, когда сзади он снова услышал протяжный волчий вой. Но теперь он уже не пугал его, он точно знал. Это его друг прощается с ним. Михайлович повернулся к лесу и, улыбаясь, помахал ему рукой. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.